Дорога к познанию Вселенной должна начинаться со школы. Астрономия возвращается. А в университете имени Королёва работают и учатся те, кто на практике осваивает космос. Свой визит в Самару министр образования и науки России Ольга Васильева начала с посещения СГАУ. Это ведущий в стране вуз аэрокосмического направления. После первого знакомства сразу участие в заседании Совета ректоров. Один из наиболее острых вопросов — единый государственный экзамен. В погоне за повышенным баллом учебные заведения забывают о том, что школьника нужно учить мыслить, а само испытание превращается в пытку. Ответ министра — заставив мужика Богу молиться, он лоб расшибет. Когда учитель идет через рамку при учениках, и ученик идет через рамку, и всех обыскать, но это же обыскать им не доверяет. Вот школьник заканчивается, я шел на экзамен как на праздник, а это стоит милиционер, стоит рамка. Но это не самое страшное. Самое страшное, что мы стали детей готовить не к жизни, вот о чем вы говорили, не к этому какому-то движению. То есть какую же цель себе поставить? Мы готовились к ЕГЭ. Конечно, до совершенства в ЕГЭ очень далеко. И главная задача наша постепенно, но жестко — убирать тестовую, так сказать, основную и решать уже творческие вещи, которые там были. Но главное, главное, о чем я еще раз хочу сказать, я буду очень наказывать руководство, и региональное, и просто руководство школы, за так называемое натаскивание. Потому что я убеждена, что если человек проходит, ребенок проходит программу, ему не надо бояться потом отвечать на те вопросы, которые у него стоят, потому что он это знает. Ольга Васильева ответила и на другие вопросы. Возможности увеличения бюджетных мест. Надо заботиться не о количестве, а о качестве образования. Есть проблемы. Лучшие абитуриенты стремятся в Москву. Ответ министра — это нормально. Просто регионам дополнительный стимул сделать так, чтобы здесь было комфортнее. Есть ли такие возможности у Самары? Безусловно. Я считаю, что регионы должны очень стараться. Понимаете, хотя здесь, если посмотреть у вас, Самара — это культурный центр, научный, культурный центр. Что касается Москвы сегодня, мы же реально, если практика ориентированного обучения мы будем делать, в Москве сегодня это почти не возможно. Мы должны признать, что база той, которая может связывать ВУЗ с предприятиями, с камерами будут работать, там значительно меньше. Значительно. Потому что Москва выдавила практически многие очень сферы. В ближайшее время многое должно измениться. Сегодня реальный сектор экономики — сфера, куда пошли инвестиции. Есть заказы. А зарплаты на многих предприятиях больше, чем в банках. Самарскому университету есть чем встретить производственный подъем. С наиболее интересными инновационными подразделениями сегодня знакомили министра. Кафедра космических исследований, где собирают наноспутники. Центр аддитивных технологий. Робототехника и многое другое. О среднем образовании речь шла в стенах школы номер 148. Это учебное заведение с углубленным изучением иностранных языков. Сегодня время не только инновационных методик. Многое, от чего отказались в 90-е годы, заслуживает того, чтобы к этому вернуться. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, Вы считаете согласны с тем, что в стране должна быть единая образовательная база? Безусловно. Почему этот вопрос? Я стою на позициях, что у нас база должна быть единая для всех и должно быть углубление. То есть каждая школа может заниматься углубленным изучением того или иного предмета, но база от Калининграда до Дальнего Востока должна быть единая. То есть вы согласны с этим? Спасибо. Но вводить единую образовательную базу стоит на новом уровне с учетом того опыта, который накоплен в новой истории России. Олег Зверев, Максим Гусев, События.